Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия об опыте забастовок докеров в России. Ведет занятие член профсоюза докеров Николай Ильич Беляев. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я уже неоднократно выступал по данной теме, но товарищи каждый раз обращаются, потому что этот опыт важен. Наверное, актуален, и о нем можно достаточно еще много обсуждать и много что в этом опыте найти положительного для тех рабочих, активных, которые стремятся на производствах добиться защиты своих интересов и добиться для себя каких-то, так скажем, материальных благ, повышения, главное, зарплаты. Ну, о себе еще раз вкратце хочу напомнить, чтобы мои слова, так скажем, имели какой-то, может быть, определенный, ну, не вес, можно сказать, а смысл. Я себе хотел сказать то, что я член российского профсоюза докеров с 91-го года, и по, так скажем, приходу на работу в порт я буквально-таки стал с первых дней членом профсоюза. И прошел достаточно большой совместный этап с профсоюзом развития. Я участвовал во всех коллективных действиях, которые были организованы в порту, значит, и принимал активные действия в профсоюзной жизни, начиная с профгруппорга, бригады. Был практически делегатом на каждой конференции и профсоюзной, и рабочих порта. Вот. Был членом забасткома, ну, и, так скажем, в конце, может быть, скажем так, своей основной трудовой деятельности в порту я был председателем цеховой организации. То есть я воочию активно участвовал и могу определенным опытом поделиться с вами. Ну, что хотел бы еще сказать, да, ну, если мы говорим о коллективных действиях и о забастовках, это, как я уже по истечению времени пришел к выводу, что это такое, можно сказать, искусство, да. Вот. И прямо опыт, например, российского профсоюза докера, нельзя, можно, скажем, как взять калечку, положить и перевисовать его для другого какого-то предприятия. Каждое предприятие индивидуально, каждый рабочий индивидуально. Вот. Но, конечно, общей тенденции, общий характер можно таки найти. Ну, с чего бы я хотел начать? Это, наверное, вообще сегодня самая насущная и большая проблема – это вообще организация профсоюзов на производствах. Ну, если мы вспомним 91-й год, это был как раз-таки переходный этап, да, мы переходили от коммунистического пути развития, возвращались обратно к капиталистическому, то есть в нашей стране, по признанию многих, прошла контрреволюция, вот. И наш профсоюз как раз-таки в этот период и образовался. То есть тогда еще был силен профсоюз работников водного транспорта, тогда был большой опыт вообще в Советском Союзе существования профсоюзной организации был, и опыт, и коллективные договора на предприятиях были, и много что было хорошего и положительного не только как бы путевки, но и молоко тоже за вредность давали, которое было прописано в коллективных договорах. Ну вот, как бы толчком к развитию, ну, как бы нашего профсоюза образования явилось то, что, ну, не все желания и не все, так скажем, наши пожелания удовлетворялись в коллективном договоре, вот, и главное это было ограничение физической нагрузки, потому что в нашем порту физическая нагрузка тогда не ограничивалась, и, ну, достаточно сказать то, что ребятам в трюме приходилось перелопатчивать за смену и по 6 дней ручного груза. То есть это на самом деле тяжелая физическая, изнурительная работа, и которая в конце, вот, на выходе на пенсию приводит к тому, что у большинства людей образовывается профессиональное заболевание. Вот. Ну вот, это требование, оно не находило отражения, вот, и сколько бы мы не хотели внести изменения, у нас не получалось. Ну, а потом, как раз вот когда началась эта вот контрреволюция, такая ползучая еще на первых начальных этапах, вот, активные члены, ну, тогда еще не профсоюза, а просто докеры, понимали, вот, о том, что произойдет эта контрреволюция, и то, что если у нас не получится организовать профсоюз и встать на защиту интересов, вот, то, скорее всего, будут большие проблемы. И вот тогда, как раз-таки, это организация движения и началось. Ну, так как мы имели опыт, долголетний, так скажем, опыт профсоюзного движения в СССР, то, понятно, так по инерции, по инерции, вот, от активных представителей докеров перешли к тому, что потихонечку в профсоюз докеров написали заявление большинство докеров, которые работали в порту, и так, можно сказать, наш профсоюз организовался. Если вот мы возьмем сегодня время, да, то понятное дело, что по прошествию, так скажем, ну, исторического, да, периода организовать профсоюз сегодня так не получится, потому что, ну, мало у кого существуют действующие профсоюзы, вот, там, ну, ФНПР, предположим, вот, потому что много предприятий огромных, к сожалению, сегодня промышленных предприятий, на котором работают именно люди, так скажем, правильно сказать-то, производственники, вот, которые своими руками создают материальные блага, вот, вот, таких предприятий становится все меньше, вот. И проблема организации профсоюзов, она достаточно больна и остра, и организовать профсоюз очень сложно, да, но все-таки возможности, конечно же, есть. И, как бы ни удивительно это прозвучало, тот трудовой кодекс, который сегодня есть, вот, он, в принципе, не ограничивает людей в отстаивании своих прав. То есть, если появляется инициативная группа, если она подходит к этому вопросу организации профсоюза творчески, то у нее достаточно высокие шансы организовать профсоюз. И дальнейшим действием или ходом, так скажем, историческим является то, что после организования, ну, для чего организовывается профсоюз? Ну, в первую очередь для того, чтобы, ну, люди объединяются в профсоюз для защиты своих интересов. Понятное дело, что если у работника есть коренные интересы, он, понятное дело, и для того, чтобы их отстаивать и улучшить свои условия труда, и объединяется. И следующим шагом после объединения, понятное дело, будет следующий важный этап – это коллективный договор подписания с работодателем, то есть такого документа, который бы урегулировал все трудовые отношения, трудовые экономические отношения с работодателем. Ну, и вот этот, так скажем, путь, это, например, да, от малого к большому, вот, его можно пройти и необходимо пройти, да. Ну, понятное дело, вот я еще раз хотел вернуться к тому, что наш опыт, он, конечно-таки, как кальку его не положишь и не перерисуешь. Тут приходится думать и творчески подходить. Хочу сказать то, что в бытность, когда мы уже достаточно были большой массовой организацией, к нам обращались ребята с просьбой помочь в организации профсоюзной первичной организации в подразделениях, ну, тогда на территории акватории Большого морского порта началось деление, и образовывались небольшие стивидорные компании. И представители этих стивидорных компаний, ребята активные, да, вот, обращались к нам с просьбой помочь в организации профсоюза. Ну, например, я помню, к нам обращались докеры, по-моему, на Кировском заводе, тогда и сейчас, по-моему, существует площадка, у Кировского завода есть свои причалы, и вот на этих причалах работали грузчики, докеры, вот, которые не были не защищены никакими, так скажем, никаким коллективным договором, вот они как-то, инициативные ребята, пришли к нам и попросили нам помочь. Ну, и когда мы с ним, то есть наши руководители с ними начали работать и говорить, что нужно для этого было сделать, вот, по итогу произошло то, что работодатель уволил всех инициативных товарищей, вот, и так и не получилось создать организацию, то есть ребята были уволены, прошло достаточно много судов и много времени для того, чтобы ребят восстановить в порту, вот, ну, и так произошло, что по итогу ребята, ну, они же не могли без работы находиться, устроились другие предприятия, и так получилось, что они сказали, что спасибо, друзья докеры, но возвращаться на Кировский завод мы не будем, вот, и так у нас не получился, есть такой вот негативный опыт. К чему я? К тому, что надо понимать то, что силы, так скажем, в борьбе за отстаивание своих интересов коренных, рабочего, и, так скажем, администрации или собственника, понятное дело, неравны, вот, понятное дело, что сила, что там скажешь, в администрации намного превосходит, и возможности превосходят, по возможности, но отчаиваться не стоит, вот, вот, у нас есть примеры и другие, когда людям удается организовывать профсоюз, вот, организацию, ну, вот, я хотел сказать то, что очень важно это первое, чтобы начались инициативные товарищи на предприятиях, которые бы смогли это дело потянуть, это очень важно, вот, опять-таки вернусь к истории нашего профсоюза, такие активные товарищи у нас появились, вот, были, вот, нам повезло, что, так скажем, уровень образования у этих товарищей был достаточно высок, они все у нас были с высшим образованием, вот, это первое. Второе важный момент, на котором я хотел бы остановиться и, наверное, сказать одним, может быть и коренным, о чём я хотел сказать, о том, что, например, если мы возьмём такую персону, вот, как Константин Васильевич Федотов, вот, такую персону, как Евгений Петрович Тимофеев, то эти товарищи, они имели достаточно на тот момент уже свой определённый опыт, так, как сказать, политический, наверное, политический определённый опыт, почему? Потому что они были членами Рабочей партии труда, вот, то есть они, можно сказать, они были партийными людьми, вот, и благодаря тому, что на тот момент уже существовал, по-моему, фонд Рабочей Академии, вот, нет, не существовал, ну, была достаточно активная такая, скажем, группа поддержки, вот, которая оказывала достаточно, так, можно сказать, идеологическую и политическую помощь в организации Рабочего движения тогда в порту, вот. И это, так вот, такая определённая корреляция к тому, что в Рабочем движении без, так скажем, партийного, можно сказать, влияния или помощи, или, ну, кто у нас привносит в рабочий класс коренные интересы партии, вот, поэтому не всякий рабочий даже иногда может определиться со своими коренными интересами, вот, нужна помощь. И нам тогда повезло, что вот такое плотное сотрудничество, и что в нашей организации были такие люди, и привело к тому, что такая организация была, ну, так появилась. Поэтому, если ты организовываешь профсоюз, если ты, например, считаешь, что ты активный член, ну, то есть активный товарищ, если у тебя много сил и энергии, то в первую очередь ты должен найти поддержку, я думаю. Вот. Ну, когда ты находишь поддержку, вот, то второй опыт ты должен овладеть определёнными знаниями. Ну, а какие-то знания. Понятное дело, что, наверное, надо знать опыт коллективных действий в России, ну, вот, второе, знать трудовое законодательство, ну, и, как бы, я бы сказал бы, не помешал бы закончить Красный университет. То есть, если ты, как бы, у тебя, получается, уже, ты начинаешь готов к этому, то ты должен найти, понятное дело, соратников на производстве. Ну, и когда ты находишь поддержку среди рабочего коллектива, когда уже начинается вокруг объединяться, объединение происходит людей, важно ещё, как бы я это ни странно сказал, на первых этапах не засветить это объединение, для того, чтобы работодатель не, так скажем, провёл определённые карательные действия, и то, чтобы вы остались именно членом этого рабочего коллектива, а не искали бы работу где-нибудь на стороне. То есть, это такая вот, как говорится, можно вспомнить революционеров-подпольщиков, это такая определённая на первом этапе подпольная работа, подпольная деятельность, вы должны учитывать этот фактор. Ну, а пока... Ну, а дальнейшее этап, понятное дело, что... Ну, профсоюз — это дело важное и хорошее, да, но понятное дело, что это не сама цель организации профсоюза, целью является заключение коллективного договора, то есть, это такая уже следующая ступень, вот, можно сказать, такая самая, можно сказать, высокая ступень, которую необходимо достигнуть. Это заключить с работодателем коллективный договор. Ну, например, если мы возьмём период становления нашей тоже профсоюзной организации, ну, на предприятиях в то время наше, так скажем, историческое прошлое, период СССР, да, на предприятиях были коллективные договора, и они достаточно были, ну, если мы их сегодня возьмём и посмотрим, если где-то найдём, вот, то они достаточно полно отражали и защищали, вернее, интересы рабочих. Были, конечно, нюансы, но... В массе своей, конечно-таки, коллективный договор на предприятии в первую очередь стоял на защите кого? Простого работника. Вот. И, так скажем, фундамент этот, так сказать, у нас был, и по сути своей первый коллективный договор, он в порту был нами принят тогда, практически договор, который действовал, только с внесением туда определённых поправок, ограничений, связанных тогда с ограничением физической нагрузки. То есть, о чём я хочу сказать, то, что коллективный договор должен быть. Вот. А для этого что следует? Следует сесть и его написать. Ну, написать-то правильно, если у вас нет никакого опыта, это очень непросто и сложно. Но есть примеры, не то что примеры, а есть уже наличество договора таких, ну, не знаю, на мой взгляд, одним из сильных профсоюзных органов, больших таких вот серьёзных коллективных договоров, которые на сегодняшний момент существуют, они существуют. Главное, главное, что они существуют, это, например, можно сказать о том, что есть коллективный договор на ПКТ, ну, коллективный договор российского профсоюза докеров, вот, коллективный договор ПКТ, контейнерный, ПКТ это первый контейнерный терминал. Ну, я думаю, что здесь присутствуют люди, которые знают, что существует в недрах интернета сайт фонда рабочего академии, вот, и, а те, кто не знают, я думаю, что от меня услышат, вот, которые могут туда окунуться и найти там эти документы. Эти документы можно взять за основу. Документы можно взять за основу, и на базе этого непосредственно, потому что каждое предприятие индивидуально написать под свое конкретное предприятие коллективный договор. Ну, и, то есть, когда вы уже этот коллективный договор написали, когда уже вы считаете, что он получил, так скажем, жизнь, то есть надо дальше дать ему жизнь, понятное дело, что вы должны прийти в трудовые коллективы и начать там работу. Это самый сложный момент вообще в профсоюзной, так скажем, работе. Это общение непосредственно с трудовым коллективом. Оно всегда происходит непросто. Но если тебе удается, так скажем, если ты обладаешь определенными ораторскими способностями, если ты обладаешь способностью к убеждению, если ты имеешь поддержку, потому что ты, когда ты приходишь один, например, в подразделение какое-то, это одно дело, когда ты приходишь, например, с товарищем единомышленником, это уже другое отношение, и когда ты потихонечку приходишь в подразделение и начинаешь рассказывать, объяснять, пропагандировать, ну, то есть проводишь вот эту вот всю такую рутинную работу, задача какая? Задача такая, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сочувствующих, как можно больше заинтересованных, то есть тех людей, которые тебя поддержат. Вот. Это будет непростая работа, то есть которая будет отнимать очень огромное, то есть свободное время, то есть ходить, ходить, рассказывать. Это первый этап. Ну, то есть не первый этап, это, как скажем, часть. То есть понятное дело, что ты человек, и у тебя там может семья быть, еще что-то, и охватить, это хорошо, если у тебя маленькое производство, а если у тебя там огромное производство, что нужно сделать? Нужно, понятное дело, донести это дело до каждого, то есть вот в нашей профсоюзной жизни активная помощь и активную, так скажем, поддержку оказывал, так скажем, профсоюзную печать. Мы в рамках нашего профсоюза, вот, издавался у нас, так скажем, приложение к народной правде, оно у нас выходило под названием «Докер». Ну, то есть у нас была своя газета. Я хотел об этом сказать, то, что у нашего профсоюза на протяжении достаточно длительного времени был свой печатный орган. Вот. И этот печатный орган, по моему убеждению, играл огромную роль, значение, вот, его, ну, я, его, ее не переоценить, то есть это, в общем, очень важный, важный такой фактор был в работе профсоюзной организации. А почему? Вот, ну, ты же не можешь прийти в каждое подразделение, да? Но в каждое подразделение ты можешь принести газеты. Вот. И приходят, эти газеты приходят в подразделения, понятное дело, что кто-то боится их брать, кто-то не боится. Ну, это вот на этапе я просто могу рассказать, то, что такое у нас тоже было, то есть люди, не каждый там подходил. Но когда кто-то отвернется, кто-то подойдет, возьмет листочек там или еще что-то. Я имею в виду про администрацию, потому что мы не замыкались, российский профсоюз докеров, на работу только среди докеров, потому что мы защищали интересы всех рабочих, в том числе администрацию. И чтобы администрация была в курсе. И тоже приходилось эту газету доставлять. Ну, и, в общем, какое-то я хочу рассказать тоже такое вот, отвлечься немножко из истории нашей внутренней профсоюзной жизни. Через какой-то промежуток времени, когда мы уже стали сильны, когда-то мы уже, так скажем, оматерели, можно сказать, определенных успехов достигли, у нас возникли внутри профсоюза некоторые члены профсоюза, руководители, даже организации, говорили о том, что да зачем нам эта газета? Зачем нам эта газета? Да, докеры вообще никто ее не читает, да и она у нас только, я извиняюсь, в туалете только и найти можно. Но находили, слава богу, другая часть говорила, это очень важно. То, что докер, даже взяв газету, может, да, зайти в укромное место. Ну, даже используют, пусть ее по нужде, но он же предварительно что сделает, ознакомится, он прочитает ее. И это, конечно, играло свою тоже роль. Ну, нам удавалось достаточно долгое время не отстаивать докер, и он играл, еще раз повторюсь, огромное значение. На тот момент у нас не было такого сильного развития такого еще интернета. вот, поэтому использование на сегодняшний момент, я считаю, конечно, огромную подспорью является возможности, которые дает нам интернет, вот, трансляции на YouTube каналах. Ну, о чем все это? О том, что ты должен донести информацию для рабочих. Для чего? Для того, чтобы они тебя поддержали. Ну, вот, когда ты, и когда ты уже, так скажем, почувствуешь, что за твоими плечами уже организовывается, так скажем, ну, не стена, но хотя бы что-то такая, какая-то поддержка, тогда уже можно выходить к работодателю с предложениями. «А давай, дорогой работодатель, проведем с тобой переговоры». Вот, это очень тоже интересный момент, момент переговоров. Вот, почему очень важен этот аспект и момент, потому что в процессе проведения коллективных переговоров работодатель обязан освободить работников вот, от основной работы с сохранением заработной платы. Вот, и у работника что появляется? Появляется время для работы в трудовом коллективе, что не хватает, когда… Ну, этого времени всегда не хватает, если ты еще и семейный человек, или у тебя есть дети и так далее. То есть, вот, сам факт переговоров, он нужен, по сути, не для того, чтобы просто сел там за стол с работодателем и там вот, я герой, ты герой, вместе мы герои, давай подпишем договор. Нет, это, понятное дело, что эти переговоры, они носят, по сути своей, достаточно формальный характер. Почему формальный? Потому что, понятное дело, что работодатель не подпишет и не будет, и у него нет никакого, вернее, желания кинуться и подписать коллективный договор. Ну, понятное дело, что в данной ситуации на чем должен сосредоточиться профактив, это на работе, опять-таки, с коллективом. Ну вот, это, так скажем, это мы тоже проходили, и понятное дело, что, когда нас освобождали ребят из бригад, то мы ходили по бригадам, проводили собрания, наносили информацию, ну, то есть, занимались, так скажем, агитировали, не знаю, как сказать даже, пропагандой занимались. Ну, в общем, мы ходили в трудовые коллективы, это главное. Ну вот, значит, первый аспект. Ну, а второй еще, на что бы я хотел бы сказать. Потому что, на самом деле, если вы рассказываете о всем массиве, да, то можно потратить не один час. Вот. Но я такими вехами просто хотел сказать важные аспекты, моменты, которые, на мой взгляд, сегодня имеют место быть. И, знаете, как дом. Дом не построишь без фундамента, да. И вот такие фундаментальные вещи, которые для рабочих, для тех, кто участвует в этом, очень важны. Ну вот, если мы сказали, первое, о том, что фундаментом является, а, это проект коллективного договора, что он должен быть, что его нужно написать и так далее. Вот. Вторым, на мой взгляд, таким фундаментом, по моему убеждению, является это, обоснование повышения заработной платы. Ну, понятное дело, вторым за коллективным договором идет вопрос заработной платы. Вот. Из моего, из нашего опыта, самое сложное, это дать обоснование работодателю, почему тебе нужно повысить заработную плату. Если мы говорим о трудовом законодательстве и говорим о том, что там есть статья, которая говорит о повышении реального заработной платы, вот, то, к сожалению, многие понимают, сегодня повышение заработной платы, это как индексация заработной платы. Вот нам, на самом деле, внутри нашей организации профсоюзов удалось, так скажем, не то, чтобы отойти от этого такого примитивного понятия, что повышение реального заработной платы это просто одна индексация, вот, а то, что повышение реального заработной платы это индексация плюс еще что-то. Вот. И когда вы приходите к работодателю и начинаете говорить о том, что дорогой работодатель, нам пора повысить заработную плату, о том, что мы уже, так скажем, ниже плинтуса, вот, а вы, обоснуйте, всегда на наш вопрос резонный ответ. И обоснование этого требования, на мой взгляд, очень самое такое непростое. Ну, вот, на сегодняшний момент я думаю, что в руках есть такой инструмент важный, главный и фундаментальный. Это когда вы приходите и говорите обоснованно о том, что на сегодняшний момент стоимость вашей рабочей силы составляет, вот, например, такую-то сумму. Вот. Она может быть подсчитанная. Методика подсчета сегодня существует. Это первый раз она использована была докерами, и также докеры на ПКТ эту стоимость рассчитали. Вот. И ну, вот, так скажем, появилась такая вот объективный аргумент, против которого работодатель уже, так скажем, ему было трудно как это сказать, опровергать его. Почему? Потому что он был научно обоснован. А против науки, как говорится, против экономической науки не попрешь. Вот. И это, на самом деле, такой вот важный аспект, поэтому такая вот, ну, не знаю, главная не то, что рекомендация, но можно сказать, призыв к всем, кто сегодня вот слушает меня, увидеть или услышать, это сесть и рассчитать реальную заработную плату на своем производстве. Да. Ну, вот, стоимость заработной платы. Это первое. Ну, то есть, вот таких вот два аспекта я хотел бы важных сказать. Ну, это такие, можно сказать, ну, как вот борьба, да, делится. Есть стратегия, есть тактика. Ну, вот, что можно мы отновим, вот, как бы, к стратегии, это, я бы отнес, это вот, проект коллективного договора, его наличие. Второе, вот, то, что у тебя должно быть обоснование повышения заработной платы. Ну, а вот уже, как это все, ну, как скажем, добиваться этого, это уже такие тактические можно сказать вопросы. Ну, понятное дело, что после проведения коллективных переговоров всегда 99, на 100% будет подписан протокол разногласий. Вот, понятное дело, что нужно будет решать, а что же делать дальше. и дальше этот, значит, путь какой? Это отстаивание своих интересов, сегодня Конституция за всеми это право оставляет, это, пожалуйста, есть у каждого право на забастовку. Ну, вот, значит, и встает другой вопрос. Я это просто уже так, может быть, перескакиваю, потому что понятное дело, что тут могут идти параллельные пути, это я говорю о той организации, которая, можно сказать, устоялась уже, да, то есть, которая, ну, может, так скажем, окрепла как-то или еще что-то. Вот. Это выход на подписание протокола разногласий и выход на коллективные действия. Вот я хочу сказать второй, так скажем, чтобы все понимали, то есть, фундамент это то, что никогда, по моему, наверное, убеждению, работник не сможет достичь улучшения заработной платы без проведения коллективных действий. Никогда. Вот. То есть, что понятно, если работник хочет улучшить свои условия, он должен понять, что это может произойти лишь только после коллективных действий, возможно. Ну, и вот теперь нужно осознать и понять, что такое коллективные действия. Ну, вот и коллективные действия, я хотел сказать, это уже повторяюсь, это забастовка. вот это проведение. Хотя, хотел бы себя тоже поправить в плане того, что забастовка является крайней формой коллективных действий. На самом деле, у работника, который творчески к этому подходит, есть на самом деле много тоже способов проведения коллективной борьбы. Поэтому такие вот тактические ходы, если мы будем осматривать и если кому-то вдруг удастся выйти на, так скажем, коллективные действия. Ну, самое, на мой скажем так, взгляд, эффективным действием является и уже опробировано и в Европе и у нас это итальянские забастовки. То есть это забастовки с таким условием, когда работник не покидает свое рабочее место, снижает выработку, снижает производительность своего труда, что приводит к тому, что через определенный промежуток времени у работодателя вдруг начинаются проблемы. Ну, хотелось вот сказать так, отвлечься, вернуться, так скажем, к истории нашего профсоюза. Осмысление и понятие проведения коллективных действий в форме итальянской забастовки в нашей организации достаточно проходило сложный этап, сложное вот это становление осознания того, что это можно и нужно и необходимо сделать. Вот почему для активиста или там скажем, ребят, которые организовали профсоюз, которые начали активно это действие, этот важный вопрос. Ну, что такое забастовка? То есть вы прекращаете выполнять свою трудовую функцию. Если вы прекратите, то, соответственно, что получается? То есть вы не получаете заработную плату. что такое неполучение заработной платы? Это большая радость для работодателя, потому что через какой-то промежуток времени понятное дело, с вами будет легко о чем-нибудь договориться. То есть понятное дело, что в семьях рабочих жены и дети скажут папа, где зарплата? и так далее, пойдет недовольство внутри коллектива. И работодатель легко потом сможет эту ситуацию переломить. поэтому это всегда крайняя форма остановки работы производства это крайняя форма. А если вы применяете вот такую непонятную форму, как итальянская, да, ну вы находитесь на предприятии, да, вы выполняете трудовую функцию, вам работодатель получается, грубо говоря, за то, что вы занимаетесь коллективными действиями, еще за это платят заработную плату. Как бы так парадоксально. Вот, не звучало бы, да, ну в общем, и понятное дело, что вы теряете в деньгах. Но эта потеря несоизмерима с той потерей, которая может произойти при полной остановке производства. Вот, поэтому на сегодняшний момент категорически, я думаю, что на этапах только вот если вы организовались, приходите в трудовой коллектив и говорим и обращаетесь к трудовому коллективу, вы должны еще его убедить будете в обратном. Как бы не парадоксально это звучало, в том, что останавливать работу нельзя. Вот, а надо проводить как-то в определенные, чтобы коллективные действия были в определенной форме, имели определенную форму. Ну, у нас это было тоже определенное становление. Хотел сказать, то, что пришло тоже осознание, можно проводить коллективные действия. Они имеют достаточно, так скажем, эффективные, эффективно оказывают эффективное давление на работодателя. А что такое давление? Это ты приходишь на переговоры и уже у тебя есть в кармане козыря. Ты их можешь так сказать по одному или как вытаскивать из кармана и как-то уже начинается беседа с работодателем может быть на равных, может быть работодатель начинает вдруг на тебя прислушиваться к тебе. Потом значит если мы берем форму итальянской забастовки тут уже как это называется разворачивается творчество. Бывает другой еще аспект когда ты коллективные действия начал и когда уже ну если у тебя большой коллектив я говорю сейчас о большом коллективе так как порт представлял и представляет сегодня достаточно большой производственный цикл большие там производственные связи цепочки то есть это огромный коллектив вот и когда это начинается то второе еще нужно было обладать определенным искусством чтобы это в нужный момент остановить вот это так как бы добавочка а к чему я хотел еще вернуться к тому что вот когда у вас большое предприятие то у вас и творческий такой аспект получается что ну что такое производство еще производство с непрерывным циклом предположим как порт да то есть достаточно выбрать может быть небольшое звено производственной цепочки и это звено так скажем ограничить или так сказать так чтобы оно приостановило свою трудовую функцию на определенный момент или сработало с меньшей производительностью и что происходит то что в момент когда маленькое звено производственное начинает вдруг проводить коллективные действия в форме там при остановке работы на два на три часа то оказывается и все предприятие встает и ждет вот и а всего-то бастует и всего-то в это коллективные действия приняла участие небольшая группа но она вот так такая центральная группа и эти центральное производство так еще раз единый цикл единый организм если вы в этом организме например что-то например где-то в другом месте перекроете то опять таки все это будет нарастать ну как это говорится да артерию перекроешь в одном месте в другом месте в третьем месте организм потрепыхается потрепыхается в конце концов все равно согласиться вот что близко близко смерть вот так и у работодателя это возможно такое вот происходит осознание то что если вы с работниками не найдете общего языка то возникают потом большие проблемы вот это первое ой ну то есть не то что первое это из тактики таких моментов ну и что еще ну это по форме проведения коллективных действий да вот они имеют творческий характер применения ну а такой вот еще важный главный может быть аспект или как скажем взгляд на этот процесс это то что как бы неудивительно он можно сказать такой и носит революционный характер сейчас попробую объяснить почему потому что в момент забастовки главным на предприятии становится забастовочный комитет то есть законодательно определяется что в момент забастовки существует должен быть забастовка руководит забастовочный комитет который регулирует у него есть свои права обязанности вот и по сути своей происходит такой вот не то чтобы перенос то есть меняется местами управленческие функции то есть получается что предприятием на момент проведения забастовки руководит не администрация а забастовочный комитет это вот такой вот интересный аспект и когда работодатель через некоторые моменты если это он для него доходит и осознает он так это для него ну не то что его подвергает в шок но задумывается ну например чтобы например ну как привести например пароход пришел в пур до забастовочный комитет говорит так мы так его не разгружаем а приходит владелец груза говорит ну у меня там курицы им не стечь нужно вот нужно срочно тут их как-то выгрузить их куда-нибудь отвезти они же помрут ну забастовочный комитет он же все же понимает прекрасно он не хочет так скажем для своего предприятия то что проблем ну вот он всегда готов идти навстречу и он дает команду выгружаю вот и получается я еще раз вернусь к тому что вот такая вот смена функций ну вот я хотел я уже наверное не один раз рассказывал о моменте когда ну например в период забастовки работники ответственны за сохранность производственного имущества техники кранов вот ну а как вы можете это сохранить вот предприятие большое или еще что-то тогда можно организовать дружину ну как в советское время были народные дружины и ходили с повязочкой вот массово там по 5 по 6 человек где и больше и смотрели за общественным порядком так и здесь и вот у нас была такая как бы идея которая в так процессе не нашла конкретного воплощения реализации потому что работодатель после определенных шагов осознал все и быстренько значит перешел к активной к активному переговорному процессу вот но забастовочный комитет вышел с инициативы к администрации с тем чтобы организовать эту дружину вот с целью сохранности имущества работодателя имущества потом мы обратились с этим за помощью в проведении например обучения дружинников к городским властям мы обратились тогда это и сейчас существует в полиция на транспорте да вот о том чтобы она приправила к нам а у них такое по-моему до сих пор существует лица которые ответственные за народные дружины чтобы с нами провели обучение да нас научили как значит нужно использовать дубинку вот как значит обезвредить нарушителей и так далее и к нам я помню на заседании забастовочного комитета пришел значит руководитель внутренней охраны порта пришел значит подполковник милиции вот и они сидят и мне тогда я помню запомнилось их выражение такие удивленные заинтересованные непонятные что же они здесь делают они пришли значит к докерам чтобы их обучить чему как мы говорим давайте подпишем значит положение дружине так это мы их так активно нагрузили этими интересными там вопросами что они наверное схватили заголов думают господи поскорее бы все это закончилось вот ну в общем да до дружины слава богу дело не дошло может быть ни слава богу не знаю но такой вот интересный момент о чем еще раз хотел вернуться что вот это удивительное состояние в коллективных в коллективном трудовом споре когда вы вышли еще на забастовку и когда ее объявили и когда есть забастовочный комитет то вот к чему стремится рабочий класс взять власть в свои руки это у него по факту происходит реально и на законных основаниях вот и можно сказать и без революции ну этот я могу еще много чего сговорить по этому поводу но время подходит к концу еще есть вопросы поэтому я с вашего позволения отвечу на вопросы сами почитайте начинайте ну некоторые могу и не почитать я так печатать первого вопрос чем объясняется удача и неудача профсоюза докеров ну здесь я уже по-моему отмечал один аспект удачи профсоюза это активное сотрудничество с фондом рабочей академии а соответственно влияние партии на рабочее движение это на мой взгляд важный аспект это скажем так к удачам а к неудачам что в процессе в дальнейшем профсоюз от этого наш активно отошел это к неудачам следующий вопрос каковы его перспективы профсоюза что бы вы посоветовали нынешним руководителям ну вообще на самом деле в российском профсоюзе докеров происходят непростые сложные времена вот после так скажем побед российского профсоюза и признание того же самого работодателя о том что вот профсоюз докеров победил выиграл или так далее прошло определенное время работодатель приобрел научился что ли так можно сказать активным анти так скажем профсоюзным действием да вот и на сегодняшний день численность профсоюза у нас достаточно не то что достаточно сократилось сократилось то есть сегодня например профсоюз в некоторых организациях не представляет больше половины соответственно возникают проблемы с подписанием коллективных договоров ну в общем большие трудности и такая еще такой важный аспект и момент то что произошло смена поколений достаточно произошло это резко все такие скажем старые основные кадры с производства ушли а на производство пришли новые кадры молодые ну в общем с которыми администрация нашла способ так скажем работы следующий вопрос на весеннем заседании российского комитета рабочих профессор Золотов говорил о том что надо различать учреждения и создания профорганизации и что создание профсоюза завершается тогда когда проведена успешная забастовка согласны ли вы с такой позицией согласен коротко ясно чем объясняется низкая политическая активность рабочих чем объясняется низкая политическая активность рабочих ну вообще в общем да мне сейчас сложно сказать потому что достаточно уже не то что длительно не отношу себя уже к рабочим да вот но по моему убеждению если мы возьмем докеров да ну например да это ну например докер работает у нас смена у них по 12 часов да то есть где-то где-то иметь свободное время ну хорошо вот если мы возьмем ну рабочий да первое ну что должен быть образованный рабочий да ну для того чтобы прийти домой и посмотреть интернет или еще что-то ему нужно тоже какое-то время но главная ценность я сегодня считаю что это свободное время ты пришел посмотрел так загорелся побежал вот взял так скажем орудие труда и на баррикады я так образно говорю ну я считаю что основным таким фактором это первое это свободное время у работника нет второе это ну наверное еще тот уровень заработной плат который существует как-то им позволяет выживать поэтому значит вот такие вот аспекты последний вопрос можно ли рабочим применять приемы луддитов то есть такая технику грамить нет конечно это какая-то глупость все спасибо у нас есть спасибо саживайтесь пока и записавшись на уступление товарищ Шмелев пожалуйста уважаемые товарищи несколько дней назад я внимательно прочитал статьями Виктора Ивановича Галко под названием является ли Россия империалистическая хочу сказать что эта статья является хорошим примером того как ложка дегтя может испортить бочку меда под бочкой меда я подразумеваю большую статистику которая там приведена ну относительно большую а под ложкой дегтя ложные выводы которым пришел автор главным главной нитью в этой работе является можно я хотел бы не то что да я вот например выступил как лектор если вы по моему выступлению я к вам я к вам дойду нет ну как-то вы как-то давайте может сразу ну давайте вы сейчас работаете докером нет нет вот мне показалось что вы не совсем уверены в своем классе к которому когда-то относились вы называете забастовку крайним крайним методом борьбы какой же это крайний метод борьбы забастовка есть гораздо более радикальные способы борьбы за власть из-за улучшения положения рабочего класса и говорить что нужны какие-то итальянские забастовки это в корне неправильно итальянская забастовка это вообще по сути забастовка не является это подготовка к забастовочной борьбы какие-то первые мелкие шаги которые не приведут никаким радикальным изменениям вот когда рабочие выходят с завода идут по улицам подходят к другим заводам начинают бить в каски к ним подходят полиции начинают их разгонять и за ними подтягивается целая масса рабочих из других заводов вот это забастовка и вот такая забастовка приведет к каким-то радикальным изменениям к улучшению положения рабочего класса и вот у вас проскакивали такие моменты выступления что вот слава богу то что дружин дружин не получилось вы как почему вы так сказали сказал наоборот это плохо что не получилось но потом исправился слушайте все я слушал все просто нет у вас выступление я выступаю я к тому что я уже говорил я не критикую практиков и я благодарен товарищу Беляеву за все что он сделал как практик но как теоретик он допустил массу ошибок сейчас когда говорил о том что ну что рабочие сейчас ну вот вот прямо чувствовал что автор хочет сказать что рабочие не готовы к борьбе что надо еще что-то подождать вот это рабочие работают 12 минут 12 часов забастовки почему-то не должны произвести может потому что у них там заработная плата еще не упала до необходимого минимума что-то такое я слышал и я я недоумевал от этого да если рабочие работают 12 часов это повод для забастовки это и не важно что у них нет свободного времени свободное время должно быть причиной которая которая спровоцирует эту забастовку и все что надо делать это не какие-то там не искать какие-то лазейки не пытаться обойти что-то какой-то закон надо прямо идти к рабочим и говорить вставайте надо пытаться поднять их на борьбу любыми способами потому что 12 часов работы при том что фонд рабочей академии ставит перед собой задачу достичь 6 часового рабочего дня это повод для того чтобы выходить на улицы это тут осиживаться уже нет времени и времени на игр в политику больше не осталось теперь нужно действовать здесь и сейчас немедленно и решительно так как когда-то действовали большевики поэтому ну вы руководили профсоюзом? нет я член профсоюза ну вот все что вы сделали как член профсоюза как практик вы сделали правильно но выступление ваше оно слишком мягкое спасибо в выступлении товарища Шмелева вообще ярко показан баратвек почему рабочие вот те чираются такой вот политики потому что рабочие прошли через предательство КПСС со всеми этими маразмами, миазмами и сейчас их тоже кормят такими же маразмами что политика, политическая борьба это хождение в демонстрациях, стояние в пикетах хождение на митинги апофеоз всего этого это участие в выборах и надо честных людей порядочных куда-то там привезти это придет к кардинальным изменениям или бежать вот здесь и сейчас а что делать здесь и сейчас? революцию побежали вот это вот одна из причин знаете по сути выступления значит Михаил Юрьевич конечно очень ценную мысль провел и я хочу сказать, что Михаил Юрьевич он достаточно авторитетный сам среди докеров человек он бригадиром был, да? если мне не изменяет память бригадиры это очень авторитетные люди в порту это папы для нескольких десятков человек которые за ними в огонь и в воду ходят легенды но я не от Константина Васильевича это слышал что Константин Васильевич в свое время возглавлял бригаду коммунистического труда там были одни коммунисты и комсомольцы и 200 человек была эта бригада то есть и он входил в состав портового порткома между прочим а порт тогда там больше 10 тысяч работал если не больше наверное вот и это было очень большое предприятие и большой был партийный комитет там вот Константин Васильевич сюда входил то есть здесь надо танцевать конечно от авторитета и от вродения ситуации в свое время где-то несколько лет тому назад прошли через полосу создания профсоюзов таких что там группа инициаторов на предприятии объявляется они на себе рвут чельняшку и они соответственно права качают вот нам должны, нам обязаны, то-се ну их совершенно верно, Михаил Юрьевич сказал выгоняет и идите оставите права на улице но они отстоят, их восстановят а уже там не прижиться и так далее то есть здесь надо начинать конечно не с этого, Михаил Юрьевич совершенно верно сказал это надо начинать завоевание влияния в коллективе и коллектив должен быть готов к решительным действиям ну не то, что там ничего незаконного, упаси бог но вот тут прозвучала недавно у нас очень хорошая была публикация на канале Рабочие ТВ Москва и у нас есть цирка на канале Фонда Рабочей Академии на главном интервью с товарищем Ковалевым председателем профсоюзов и диспетчеров он там рассказывает, вот уволили зачинщиков началась забастовка, чтобы их восстановили уволили этих, по всей России уже пошло всех восстановили без всяких судов, без ничего потому что это революция, надо сказать от чего все массовые забастовки начинались включая и кровавое воскресенье, которое мы привели к разувольнению, 4-6 человек на Пультировском заводе еще на каком-то и за это, так сказать, поднимались и люди не стеснялись идти никто сейчас не помешает человекам там 20, 30, 50, 60 зайти в административное здание там в кабинет директора постучаться спросить, а почему товарища уволили ну, если, так сказать, охрана будет противодействовать ну, как-то очень вежливо с этой охраной если охрана будет там как-то буйствовать избивать, ну, там надо действовать в пределах самообороны там и 150, и 500 может прийти ну, это ничего, когда, так сказать, увидят такие массы здесь будет другое отношение вот, это, конечно, так ну, я вот, что еще, вот, Михаила Юрьевича прозвучало такое вот, что итальянская вот, как он говорит, итальянская забастовка я бы здесь предпочел другое слово использовать работа по правилам потому что итальянская забастовка ну, что это за забастовку надо, процедуру проходить вы что, бастуете, что ли? работа по правилам вот, а против работы по правилам раздражать невозможно но тут не надо понимать, что это такое очень легкое и опять же, не надо начинать качать права то есть, если вы, скажем, подойдете к своему погрузчику вот у него люл 270 градусов на руле вот у нее на правом колесе короткие тормозные не работают я не поеду на этом погрузчике ну, очень хорошо, иди в резерв, посиди, отдохни, другой поедет ну, да, так раз, день резервы, два там, две трети вам платят от тарифа за простой по вине работодателя и вам так надоест очень быстро и вы сами уйдете или еще чего-то это, опять же, должна быть очень трудоемкая скоординированная акция что и демонстрировалось в порту значит, что вот еще вот по забастовке докеров венцу ее которая, между прочим, тут какой-то деятель в дискуссии говорит вот, Герасимов, там все носится с этой забастовкой которая была там уже скоро полтора десятка лет тому назад ну, это да но надо сказать, что, во-первых, ее последействие ощущается очень сильно до сих пор Михаил Игоревич здесь несколько избыточно пессимистичную картину нарисовал на первом контейнерном терминале по-прежнему все докеры поголовно состоят в профсоюзе все поголовно там нет ни одного нечлена профсоюзов из докеров там, по-моему, ну, под 500 человек где-то так что это не маленький коллектив, где все профсоюзы вот, и там, вот, в этом году был заключен новый кордоговор и очень хороший по-прежнему он практически не падает а если там местами он где-то, конечно, чуть-чуть так незначительно ослабился то реально, это вот Константин Васильевич мне говорит все, реально, все эти гарантии, которые были реально поражение работников не ухудшается до сих пор ощущается ну, и, конечно, это была карасальная школа эта забастовка потому что, если обычно забастовка это мероприятие несколько нервное такое ну, я уж не говорю, как там профсоюзы Мары иногда там организовывают это там трудом определенный и кончается все жертвами со стороны рабочего краса то здесь эта забастовка, она я, так сказать, в этом участвовал в каком-то смысле ну, не как, конечно, докер а немножко со стороны но это наблюдало вот это была действительно воистину мерная поступь стальных батальонов пролетариата и с самого начала была как-то вот твердой уверенностью всех была, чем это закончится и закончится это иначе ничем не могло потому что было затрачено очень много труда труда квалифицированного и здесь трудом этим все решилось забастовка, во-первых, она началась не так, что полное прекращение работы и начинается соревнование, пока торстый сохнет, худой сдохнет да, ну и понятно, кто работодатель, кто работники и кто здесь торстый, кто худой не работали час в смену в восьмичасовой смене и полтора часа в двенадцатичасовой и поэтому рабочим хватало на жизнь продолжалась такая забастовка могла сколько угодно но очередь из фур здесь выстроилась короссальная ну а потом вот было все то, о чем говорил выходила газета иногда два раза в неделю выходила газета спецвыпуски газеты за рабочие дела докер здесь немножечко Михаил Юрьевич неточность допустил вот, а потом, когда как написала газета коммерсант стивидоры, то есть руководители стивидорных компаний получили письма счастья от Сабасткома что теперь будем бастовать полтора часа нет, два часа восьмичасовую и три часа в нас часовую смену они дрогнули и все подписали была мощнейшая информационная поддержка не только со стороны газеты докер были статьи в санкт-петербургских ведомостях еще в ряде изданий и сам работодатель признал что информационную войну мы проиграли это вот было большое дело а что, да, я сейчас иду на снижение значит, а в чем, так сказать немножечко были ошибки Михаил Юрьевич сейчас очень хорошо говорит о том что о необходимости партийного влияния ну, во-первых, так сказать конечно, надо понимать что работа докера имеет вот эту бригадную организацию труда где люди очень дружно живут мы вот сейчас мучаемся скоро договором для города Татранса ну, и там проблема несколько человек собрать в одном месте там экипажи, водитель, кондуктор и все, в общем-то но, действительно, была и партийность была и грамотность ну, вот, скажем Михаила Юрьевича в партию сколько раз приглашали? я на стадии становления ну, вот, остановление это, знаете, она вот Володю Петрова председателя правкома первой стивидорной компании приглашали Станцева Мечева председателя правкома второй стивидорной компании приглашали еще целый ряд товарищей когда вот мы с конца 90-х годов работали в редакции над народной правдой там вот они Попов там был еще наши товарищи ну, мы как одни все сидели вот, как один коллектив совершенно единомышленники все, но вот все-таки в партию товарищи так и не пошли и партийная прослойка слабенькая это одна из причин, конечно почему вот определенный произошел разгром ну, вот но я думаю, что рабочих жизнь научат и займутся они политикой и все будет хорошо спасибо товарищи Директор Денисов я хотел бы тоже в первую очередь поблагодарить Николая Юрьевича за освещение опыта профсоюзной и забастовочной борьбы докеров безусловно когда слышишь из первых уст от человека который действительно участвовал во всех этих действиях это производит совершенно другое впечатление чем когда слышишь в рассказах даже очень убедительных и талантливых лекторов но которые сами непосредственно в забастовках участия не принимали и конечно проведение забастовочных действий проведение активной профсоюзной борьбы невозможно без теоретической подготовки и эта подготовка была не случайно Михаил Юрьевич сказал о том что участвовали люди с высшим образованием в организации профсоюза и в организации забастовок и помогали консультанты ну вот теперь фонда рабочей академии но я хотел бы отметить другое что сейчас в общем-то эра поголовной грамотности и каждый рабочий умеет читать каждый может открыть по крайней мере трудовой кодекс Российской Федерации и прочитать вообще на что он имеет право это раз прочитать свой собственный трудовой договор что там написано прочитать коллективный договор если он имеется на предприятии а на многих предприятиях есть коллективные договора да они были заключены ФНПРовскими профсоюзами они может быть дублируют законодательство но тем не менее они есть и посмотреть что же вообще наниматель должен по этому коллективному договору тебе есть он тебе обязан предоставить средства гигиены средства индивидуальной защиты спецодежды и так далее это не предоставляет это уже повод так сказать задать вопросы ну и наконец это все подготавливает тому что необходимо и самому заняться этим вопросом подготовка коллективного договора о котором о чем тоже говорил Михаил Юрьевич поэтому задача в том числе и в первую очередь наверное коммунистов в своих трудовых коллективах эту работу инициировать не идти с призывами так сказать проходной хотя это тоже может быть нужно делать и звать куда-то непонятно на какую борьбу да чтобы получить чтобы получить по голове значит и на этом все закончилось в своем трудовом коллективе открыть трудовой кодекс открыть прекрасный образец договора докеров посмотреть что у тебя в трудовом договоре в коллективном договоре открыть отраслевое соглашение потому что многие отраслевые соглашения содержат прекрасные пункты которые в коллективные договора не попадают хотя должны были попасть этот аспект тоже очень есть и заняться наконец делом а что что касается политической борьбы то политическая борьба как известно вырастает из борьбы экономической для того чтобы была политическая борьба и классовая борьба вообще должна пойти борьба экономическая если мы возьмем начало прошлого века или конец позапрошлого века было массовое стачечное движение были массовые забастовки в огромном количестве и научный социализм партия научный социализм соединяла коммунизм с активным рабочим движением сейчас задача сложнее в некотором смысле потому что рабочее движение слабое стихийное очень так сказать носит очень слабые формы поэтому необходимо здесь работать с самого низа в том числе и активизировать вот эту экономическую борьбу потому что если не будет экономической борьбы не будет профсоюзов не будет забастовок не будет советов соответственно и о какой политической борьбе тогда мы можем идти речь поэтому необходимо брать на вооружение передовой опыт в том числе и образцы коллективных горов и методы борьбы которые применяли докер успешно применяли естественно с участием центральной системы применяя на своем месте низкая политическая активность почему сейчас есть смешанные семьи если в том веке был семья рабочих там все такое то сейчас очень много таких вот я работал предприятие прибор литера там пожилой рабочий со мной работает его станок я ему давал коммунистические всякие листовки все такое мне сказали ты не тому даешь у него два сына генеральные директора вот этого же предприятия а внук работает менеджером на этом же предприятии понимаете вот вам пример так что и таких семей до черта у меня лично двоюродный брат он сейчас умер был самый настоящий олигарх в Астрахани все развал меня к себе чтобы я был у него телохранитель но я его послал подальше вот как я делал например забастовка организовал насчет лудитных приемов лудит это и выводение техники из строя все такое собрал 10 человек вроде готовы потом некоторые стали бояться ну что делать ну что делать ну что делать ну пришлось подойти гильотине там шпонку вышибить чтобы хотя бы на время остановить к одному станку подошел там кабель порвал чтобы а то он начнет работать и на заводе и на заводе выступаю тут и генеральный директор просто директор и человек чтобы 200 а где и на заводе это бывшие пороховые заводы наживки говорю вы люди хотите чтобы наш завод развивался процветал хотите я тоже хочу вы хотите чтобы ваше благостание тоже зарплата развивалась так вот развитие идет из противоречия а вы с вами долготерпение послушанием что доказать что вам зарплата вообще не нужна что вас все устраивает вы это кстати учили в школе в институте в институте в диамат свое все такое а вот я противоречия создаю поэтому для себя лично для цеха родного для завода что-то и делаю ну например для себя устроил акцию протеста в кабинете там в отделе они сказали такого нахала первый раз видит но быстро сделали все что я не хотел дали переводку в другой цех а я до этого в Венезе на охране был через неделю мне это товарищ встречает вот это полеринский на юбократизм руководитель отвечает своим юбократизмом что для цеха делал ну например у нас тут потолок не то что он там прохудился протекает нет он отслоился вот так вот я беру записку пишу генеральному директору секретарше передаю пока там на вашей даче подъемный кран работает у нас может несчастный случай она на меня столько злила злоба у меня связи в КГБ пока дошел уже смотрю там работяга кран приехал говорю вы что так долго время тянули тут все грохнется оцепили стали там перекладывать все на свете так так чтобы проблему решить этим людям ее надо обострить Гегель был такой мыслитель поэтому люди делают забасток помните как я квартиру получал устроил шум вокруг себя довел до конфликта порвал на генеральном директоре пиджак он хороший человек я его в кабинете по гробу строил у меня ни копейки не вышли коллектив за меня заступился квартиры есть потом что каждый завод должен давать прибыль это в советское время что сейчас если завод не будет давать прибыль той завода не будет это о чем говорит что каждый руководит завод должен рабочего ограбить закон прибавочной стопы чем лучше будет работать тем лучше он будет косить расценки что делать если вот товарищ говорит надо объяснить директору как это если вы придете к Николаю Степановичу генеральный директор и будете аргументировать мотивировать в политкорректной форме даже на бумажке математически докажешь что надо зарплату увеличить вы как раз доказали обратное если еще они взбунтовались значит можно погодить и день прошел и ладно потом вот покидывающий это наш представитель правкома он никогда противоречий не создает у него любимое слово согласовать он соглашатель и он вам такой удивит детский мы уже по хорошему худо-бедно живем 8 марта он организует новогоднюю елочку там летняя отпуска за это время кто-то умный кто-то уволился так вас и загоняет в это погоди что 5 сколько 6 минут ну 30 секунд пришел другой рабочий ко мне и говорит быть буржуем нелегко я сам буржуем был был начальником цеха был данным механиком у меня мы что делали выпускали могильные там решетки все такое на окна и 40 ларьков у меня было и ко мне подвалили ракетеры давай выплачивай я их послал так они моего сына похитили не маленько 27 лет волосы мне в конверте прислали ну ты как с меня все на последние нитки выкачали пришлось сына выкупать он вернулся не изроды но с нервом потрясение вот что такое быть буржуем так что рабочим быть лучше так что рабочий тоже эксплуатирует буржуем это диалектика противоречия понимаешь вот так вот спасибо ну что Михаил Юрьевич заключить наступку можно мне буквально предположение вот в конце своего выступления хотя бы несколько фраз скажите вот профсоюзы докеров на сложившийся портовый комплекс в работе а есть ли у вас какая информация о профсоюзах в услуге там это абсолютно новые коллективы как у них там меня это интересно честно такой информации я не могу не имею в смысле не имею не могу ничего сказать это первое потому что обычно происходит наоборот тенденция если в услуги если есть докеры то понятное дело что если докеры слышат если их там есть интерес каких-то так к своим в отставивании своих прав то происходит вот тенденция они приходят ищут кому у кого можно спросить и к нам вот я говорю что на протяжении исторического момента к нам приходили с этими вопросами с просьбой помочь организовать первичку на предприятии в услуги как я знаю там другая тенденция тенденция такая что там существует в структурах порта ну то есть ну как это сказать там работают не на постоянной основе часть коллектива а на контрактной основе то есть по времен то есть вот пришел сделал ушел то есть такой нюанс когда в этих условиях трудно организовываться ну и желание я не знаю не слышал чтобы к нам пришел кто-нибудь из услуги в порт в портовую организацию и попросил оказать содействие в организации профсоюзного движения поэтому ничего не могу сказать ну а в заключении хочу сказать то что ну в рамках этого собрания да так как мы здесь находимся так скажем на учебе рабочих корреспондентов да вот то главное здесь звучит все-таки слово рабочий мне кажется вот ну и рабочий обычно становится тот кто на предприятии отработает как говорил наш классик лет 10 наверное да тогда мы можем его смело признать рабочим без посторонних целей без посторонних целей наверное без посторонних целей поэтому чтобы понять наверное да ну вот сегодня тут я выслушал критику свой адрес она мне чем-то напомнила у нас был такой вот тоже председатель Васильев на заре становления профсоюзной организации ведь он тоже так же вот имел тенденцию выйти на трибуну и вот так вот громогласно там а давайте он был демократ ну наверное он да был демократом но чем-то я не знаю шваста выступления мне напомнило его чем закончилось тем что рабочие его не поддержали и в скорости его перезбрали терновский делал доклад герезал что его подавить ну уточнить ну и был да было еще другое да но это уже не относится немножко к другому то есть это был сделан доклад о том что на будущей на посту председателя он не очень был честным но я немножко о другом а вот в заключении я хотел сказать то что в рамках этого собрания мы изучаем не только опыт там политической борьбы или экономической борьбы что первично что вторично и так далее для меня объективно ясно и понятно что на основе борьбы экономической рождается потом уже в дальнейшем и политическая борьба я думаю что те люди которые проходят через этот опыт да через опыт профсоюзной работы ну через опыт составления коллективных договоров через опыт организацию коллективных действий на производстве через опыт общения с рабочими через опыт ну через вот это вот горнило да то есть в итоге потом они могут стать уже как бы такими полноценными так скажем политическими борцами вот в будущем поэтому вам желаю тоже пойти на предприятие организовать там профсоюз попробовать через поработать с коллективом вот и посмотреть как у вас получится я буду очень рад если у вас получится вот призвать их сказками выйти и отстаивать интересы рабочих коллектива должен лидер ну если у вас получится я буду за вас больших вам успехов желаю на этом направлении вот а вас хотел бы всех поблагодарить вот на этом хотел бы закончить свое выступление спасибо проявление встречаемся через неделю в следующий четверг тема занятия экономическая борьба и экономизм ведет занятие кандидат медицинских наук Дегтярев Денис Борисович мы продолжаем обсуждать проблемы экономической политической классной борьбы до встречи через неделю в следующий четверг